Чтобы в этой жизни вы не делали, вы подыхаете, вы все подыхаете, подохните, ты трупы, ты трупы, ты все вы трупы. Может, всем так нравится, когда я психую, не знаю почему. Так, значит, я в итоге оказался, что, значит, горгульи и эти три анорексика, или анорексиста, как вам больше нравится, они, значит, необязательные боссы. Я не помнил, кто из них обязательный. Мне казалось, что вот эти три точек хмыря, мне казалось, что они вообще-то обязательные, но они остались далеко в стороне. Ай, подождите, 11 тысяч душ, надо слетать. Вот, а у меня впереди осталась только сукина дочь здесь, в смысле, забытая грешница. Она является обладательницей великой души, к убийству строго обязательно. И, кстати, совсем, совсем несложная. Ух ты, какой доспех, где такой скрысить? Вот. Поэтому я думаю, что сейчас я пойду убью забытую грешницу, плюс мне нужна ветка этого, ветка, ветка вот эта, которая развоплощает, ну, размораживает эти долбанные изданцы. Статуи, которые больше здесь не продают мне, а она мне нужна, вот, чтобы дальше пройти по сюжету, потому что... Потому что мне не пройти дальше по сюжету ни с одной из сторон. А, и к горгульям мне тоже не пройти, потому что нету этой ветки. Эта Lumumba, конечно, нихрена не продает, да? Я просто думаю, может, хотя бы купить доспехи можно, которые не весят 7 килограмм. А, подождите. 74 брони, а это 68. Ну, блин, за полторы тысячи. С такой-то разницей. Пошёл ты. Да. Как-то бедно стало с доспехами что-то в переиздании. По-моему, я уже здесь в каких-то нормальных шмотках бегал. Как минимум, сет элитного рыцаря должен был уже найтись. А, да, я очередной осколок уже притащил. Вот осколков эстусов я что-то нашёл больше, чем за все свои предыдущие прохождения. Я, по-моему, в первый раз игру закончил с шестью флягами максимум. Сейчас у меня уже, по-моему, восьмая была только что. Да-да-да, восемь фляг, капец. Но при этом они все всего лишь плюс один до сих пор. По-моему, это ненормально. Да, и уровень стоит, как корова, блин. Коня купить можно боевого рыцарского. Так, ну что, к сукиной дочке. А можно ещё, вообще-то, было зайти с другой стороны в эту крепость, какую-то там. Или, может, оставить эту сучью дочь на закуску. А, до неё ещё там дойти надо, вообще-то. Так что, может, её там охраняют, как... Как Форт Нокс, блин. Тогда у меня и выбора-то не будет. Там раньше какие-то демоны были. Они были мощные такие, но медленные. От них можно было сдриснуть. Я их стрелами травил. Выбегал от них. Чтобы они сдохли. Сейчас, я думаю, их на что-нибудь поменяли. Потому что это было единственное место, где эти демоны жили. И они тут, честно говоря, ни к голове, ни к жопе. Астоловисто. Мне не нужен лут, умри. О, человеческая фигурка, кстати. Зацените, сколько у меня этих фигурок уже скопилось. 24? Главное, тратить экономно. Ох. Но страх-то сдохнуть без кольца не в том, чтобы человечность потерять. А в том, чтобы просрать души, накопленные непосильным трудом. Этот уже с колена даже. Только лифт не угони, пожалуйста, своим трупом. Мне на нем еще ехать. На перчатке королевского мечника. Что это? Арбалет, видите, натянутый остался. Не может успокоиться. Так, что за перчатки королевского мечника? Сколько он там в них нарукоблудил? Оу. Оу, какое говно. Охренеть. Наручи Дранглика оказываются средние, да? А по ноже Дранглика оказываются тяжелые. Мне кажется, они забыли, что хотели сделать, когда параметры писали. Так, это Лукотиэль. Она тут, конечно, может помочь. Но может и сдохнуть. Кто-то идет меня уже долбосить. Да ну нахуй, вы что, шутите, что ли? Гибкий часовой? И опять в воде с ним ебашится. Ну давай сразимся, ты и я, ублюдок. Ты один, я один. Давай встречаться лучше. Ну это не совсем такой же гибкий часовой. Этот борзея заметно ведет себя. И сюда он пройти, конечно же, не может, потому что он опездал. В воде, конечно, драться с ним вообще занятие неблагородное. Треугольный щит с цветком. Треугольный щит с цветком, по-моему, здесь что-то восстанавливает. По-моему, он тут... Нихуя ты псих, оказывается. Получи. Тупая мразота. Убить его в жало можно, но долго и заебывает. И меч сломаю об его морду. Может, Лукатиэль призвать? Так, щит-то знакомый. Я вроде с ним бегал с розочкой такой. Да-да-да. Что-то он делает. Восстановление стойкости. Вот так вот. Выносливость быстрее восстанавливается должна. Но его лучше вот так вот за спину и двумя руками долбосить. Потому что у него защита-то всего-то 75. Да, стойкость божественного возвращается вообще. Я этот щит наточил до более-менее приличной защиты. И с ним бегал. Но сейчас что-то он меня расстроил резко. Говно кусок. Вот супер. Ай. Ай. Да. Туповатый босс. Или я хитрожопый. Так сразу и не поймешь. Нет, все-таки щит-то говнецо. Кольцо Кларанти бы плюс один найти. Не на новой игре плюс, а вот здесь. Спереди тогда стена тумана. Что, ничего не выпало, что ли? Такой моб здоровый и без подарка в жопе. Я думаю, здесь второй такой еще. Большая душа солдата. Я слышу пока что только зэка в цепях, который готовится взорваться. На новой игре плюс тут один красный даже выбегал. Бесшумно как-нибудь можно ходить? Сейчас как повалят. Тактично. 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 Так, где-то еще звенят. Ключ. Сука! О! Опять этот рыцарь-шмыцарь, блин. Где они только не сидят. Ой, а это кто призывается там на помощь? Не как Крейн. У меня больше, походу, друзей нет. На бой с сукиной дочью. Так, у меня... А что заперто-то? А, они хотят, чтобы я снизу пошел. И чтобы мне жопу порвали. Какой магии атакуют эти мумии, интересно. Магии чего? Тьмы, не тьмы. Я-то тоже хитрый. Помирать просто так не собираюсь. А, лут тут есть. Тут есть лут. Красный череп, говно. Вообще, почему говно? Можно было бросить черепушку, они сами прибежали к ней. А, блядь. Вот говнюка. Куда он взялся здесь, паскудник? Эй, половину сразу сносит, как нехер. Говноед, бля. Душа гордого рыцаря. Ключ, камень. Фалласа, наконец-то, нашелся. В такой жопе, что он здесь сделал с ключом. Что сделал здесь этот гордый рыцарь с ключом, каменем? Фалласа. Фалласа, что-то странное слово от Фалласа, знакомое. Это я такие звуки бега издаю, что ли? Может быть. Даже тут кто-то сдох охереть. Наверное, его догнал, догнал этот. Ай, и не с этой стороны, да? Мечник догнал его, походу, здесь. Вернее, этот, камикадзе. А с той стороны-то, а чё? Подарки! Хуйца! Откройся! Нет. Дерьмо. А, вот там подарки с той стороны. На новой игре плюс только вход к этому боссу охранялся. Но я бы сделал, чтобы здесь какая-нибудь голова вынырнула. Какое нахуй упущение? Упущение разработчиков о том, что здесь никто не выпрыгивает? Да. А это кто? Мефисто. Хочет всем помочь победить, чтобы восполнить свой эстус. И починить свою клюшку, блин. Бескорыстный помогатель. Так, лучистый самоцветик, отлично. Подачка принимается. Что ещё здесь есть? Хватит мне, интересно, полусломанного меча, чтобы с ней расправиться. Это всё-таки великий босс. Заперто. А чё это там такое? Теперь на арене с этим боссом можно что-то сделать, что ли? Чтобы она как-то легче убивалась. А ключ, дайте угадаю, у Гаргулий и у Анорексиков. Блядь, да тут всё закрыто, короче, теперь. Прекрасно. Как вы догадались всё позакрывать? А как мне туда пройти, если у меня нету ароматной ветви? Ладно, давайте так попробуем сукину дочь победить. Десять тысяч жизней душ ставлю. Эффектное появление совершенно неэффектного босса. Больше похоже на какого-то мужика, чем на бабу. А, она похожа на бабку из Resident Evil, которая за мной там бегала. В переиздание. А, да-да, на свет задуло. И сейчас тут, наверное, будет темно, как... Именно. Эй. Эй, ты чё? Ай, зачем так делаешь? Она на кого-то похожа вот этими своими обилками. На драконьего усадника, мне кажется. Образца первой ДСки, правда. Давай-давай, выносливость, где-то. Вот же сукина дочь, а. Сукина дочь и больше идёт, кстати, чем... Какая там грешница. С кем бы она там нагрешить-то могла, крокодилище? Хотя грешница же, а не блудница. Ну, я почему-то именно об этих грехах думаю. Ай. Хотя, может, она королева абортов местная. И это её грехи. Эй, дама, памятник женщине с веслом не вам поставили? А то вы так машете своей... Херовиной. Хочешь лечись, хочешь... Посрать, сядь, блядь. Щитом прикройся в угол. Босс, конечно, деревянный. Эй. На тебе сильным ударом по сухожилиям. Правда, она сама сплошное сухожилие. Ну, чё не бэкстап? А она сама в темноте меня уже потеряла. Я-то нахуй ты свет гасила, если херово видишь, каргабля. Что-то у меня раньше так щит не защищал ни один. Когда я играл. Быстро, больно, выносливо скончалось. С тобой мы в белом танце кружимся. Как там у песака было? Наверное, в попу мы подружимся. Лишь бы не в мою. Всё, и она уже заебалась меня атаковать. Да, если ты прошёл второй Dark Souls на солнце меньше, чем новая игра с тремя плюсами, гордиться особо нечем. Я её раньше убил, чем она меня добила бы. Это был риск. Душа сукиной дочери. Аллилуйя, получилось. Ай, чё тут есть? Тут чё-нибудь новое есть? Вообще, на новой игре плюс тут ещё два фантома красных выпрыгивают, если кто не в курсе. И драться становится намного веселее. Дверь впереди. Ровно на два красных фантома веселее. Я бы ещё их с двуручниками поставил. Я нагнул одного босса. Сука, я красавчик. Так бы колесницу растерзать. Гриппа Элизабетта. О, ароматная ветка. Но при этом мне этой ароматной ветвью надо либо к боссам дорогу разморозить, либо торговца ништяками за души. Мне две ветви нужны, а не одна. Одна мне не помогает. Ага, снова разводка, да? Волшебство. Какое нахуй волшебство? Невидимая стена. Безопасная зона. Отчего безопасная зона-то? Что за псих это написал? Или что, сейчас кто-то вторгнется? Место подходящее сразится, а? Да не. Вернуться к дальнему огню. Блин, дерьмо. Это ж сюда потом еще с ключами теперь идти, чтобы лут собрать. Пффф, да. Ну, дела. И все-таки, кого же разморозить этой веткой? Заметьте, кстати, что пока что никто не заспаунился. У меня меч не починился. А вот теперь заспаунился. Пусть. Так, я готов вложить свои души в акции. Ой. В акции своего левела. Даже не знаю, ловкость качать или. Вот. Немножко веса. Немножко этого. А если бы еще все статы качать, может быть я так и узнал бы, для чего существует в этой игре камень простоты. Редкой безумности вещь вообще просто непонятная. Я так и не понял, что такого сверхъестественного должна давать вещь, которая вставленная в оружие превращает его в кусок дерьма. Блин, ну где же взять доспехи-то? Такие не будут. Сколько у меня, кстати, эта куртка сейчас? А, она. Она ништяк. Доспех рыцаря. А если я Дранглика одену? Тяжело же, ептать, сразу будет. А, нет. Нормально, я же прокачал. Ну, почти что быстрый кувырок, в общем-то, неплохой. Я стал просто как Юлий Цезарь в этой. Ну, это что-то такое римское, да? Плащ, конечно, по сравнению с Бэтменом развивается просто как пластилиновое нечто. Так, и, собственно, ароматную ветвь я, пожалуй, использую здесь вот, чтобы открыть вот этот туманный лес, потому что это прикольная локация. Во-вторых, я точно помню, что там было кольцо. В-третьих, я точно помню, что ничего прикольного там, где горгульи и анорексики, не лежит. Там ловить нечего. Вот найду где-нибудь ветвь. Вот тот чувак, который там замороженный ветвью, он, в свою очередь, ветвь продает, интересно, или нет? Веточку хочется. Так, ну, это неинтересный тип с поддельным мечом. Я вот сюжетку про него вообще не знаю, ни хрена. Чем он там? В чем замутка? Он там свой меч дарит за что-то дурацкий. А можно где-то... А, настоящий из души босса делается. Вот, да-да-да. Самоцвет, косточка. Ага. И здесь вот эти прикольные, сука, как вазимоды бегают, бля. Дверь-то в труху рассыпалась с одного удара, неужели он выйти не мог? Талисман... О, вывалил свой девятый месяц беременности. Время умирать. Да. Я... Будет что будет, я принял решение. Она, по-моему, просит дать ей какую-то одежду. Я нашел какие-то дичайшие лохмотья в этой игре. Шмотки заключенного, короче. И дал их ей. Думал, что он будет голый оставить. Но почти так и было. Ёб твою мать! Дерись, баба, дерись! Жить хочешь, бейся! Бейся! Никакой помощи от этого пассивного персонажа, конечно же, не будет. Ой, мы друг от друга отлетели. Правда, забавно? Ой, блядь, тебя-то не хватало. Ну, почему он не задохнулся? Она же его... Обрызгала своим дерьмом. Разве в этой комнате была засада? Я думал, что в следующей. Спасибо тебе за помощь, Манда. Спаси, спаси. Спасаси, баёбта. Пососижалуйся, твоё мое. Меня порвали тебе в камень. Надо было твою статую. Отдуплить. Не-не-не. Не-не-не, всё нормально. Разоби... Твою мать, опять привидение напугало. Радужный камень. Она разбирается в пираманте и дарит мне свою влагалищный камень? Я одета в какие-то тряпки? Ну так давай их снимем быстрее. Да, конечно. Просто положить... А-а-а-а. Подожди, купить предмет. Чё ты там толкаешь? Дерьмо. Уголь вражды, что ли? А, угненная сеть. Чего? А, не то. Так. Усилить план пирамантии. Поговорить. Отдать снаряжение. Ммм, вот. Это тебе. Куртка-странник тоже. Краги-странника. То, что я из колодца достал. Я раньше думал, что в этом есть какая-то загадка, что какие-то определенные вещи нужны. Но потом понял, что я ошибаюсь. Пошла нахер. Ну, может, я бы сделал какой-нибудь прикол, чтобы чем лучше ты вещи отдаешь, тем... Тем она тебе что-нибудь там... Тем она тебе глубже сделает. Что логичный. Логичный чейнч и бартер в данной ситуации. О, опять осколок. Девятый. А сколько максимум-то? Десять? Так, а эти ханулики, что тут стоят? А, это если обратно захотеть выйти. Они когда нападут... О, догадливый. Самый вождь, наверное, у них. Да ёб твою мать. Так, тут нихера. Что-то мне подсказывает, что там дальше то же самое. В каждой камере. Сочная, классная, ни херашечки. Всё-всё-всё, стендапы. Хватит. Меч просто почти сломал об дверь деревянную. Ох. Ништяк она тут стоит. Халявище. Чё, с неё ещё что-то падать может? Я помню, в первой ДС-ке упало кольцо злого взгляда из них. Которое я жизненно исполняла после убийства. Это был просто праздник какой-то. Хилиться. Хилиться возможность появилась сразу. О боже, а я что, не туда иду? А нет, вроде нормально. Везде есть тупик. Пока символ короля не предъявишь. Я карту, честно, ни хрена не помню. Ну, назад-то поздно поворачивать. Поэтому, какая разница, что там. Ту я ветвь использовал. Точнее, на той статую. Или не на твой. Блять. Здесь он не дерьмом своим бросился. Отвали. Да сдохни ты нахрен. Где этот метатель говна в цель, блять? Обладатель золотой медали сюда. Блять. Мой золотой медали пузу, что мой клинок такой короткий. Мне бы щит еще круглый, спартанский. И копье в правую руку. А это будет мой гладий. Потому что очень скоро этим мечом можно будет только гладить. О, ключ камень фороса. Нихера себе. Уже два стало внезапно. А вставлять-то и некуда. Лучше бы здесь ароматная ветвь валялась. Так, что делает этот псих? Он им что-то показывает. Или бросает что-то. А. Понятно. Им похуй. Что классно. А, может он тоже метательный нож в них бросал? Идея-то классная. Вообще это, по-моему, семья мирных бубуинов. Все дело, которое не хочет драться-то. Человеческая фигурка выпадает с них. Душа гордого, сожранного ими рыцаря. Видимо, они любят мясо-то потухшее. Какой костер. Где тебе костер? Пишут же что-то везде эти писатели-то, посмотри. Грот впереди. Какой грот? А, да. Что-то хотели сделать, но по текстуре видно, что там нет ничего. Забыли, наверное. Хотели, наверное, там дорогу к ДЛЦ разместить в будущем. Да, что-то костер на каждом шагу, это очень прикольно. Странно, я думал, тут будет Крейтон сидеть. Я раньше думал, что замутка в этих двух персонажей в том, что Пейт даст тебе свои доспехи, и ты придешь сюда в них, и на тебя Крейтон нападет. А это кто такой? Как на меня похож. Тоже в Дранглике одетый. Эй, братан. А ты что, мы же с одного отряда с тобой, дебил. Щит Феникс у него. Вот это точно новые враги, таких не было. Они были... А, были похожие на новой игре Плюс, которые сокола с руки пускали на тебя нападать. Сокольничьи или как их там? Перчатки Сокольники, да, да, да. Только они были фантомами, а здесь они настоящие. Ну да, глупо делать какого-то юнита, который появляется только на новой игре Плюс. Да, редкое дерьмо эти шмотки Сокольника, они легкие. И чувствуешь себя в них, как будто ты не в броне, а в трусах. Быстро кувыркаешься, быстро умираешь. Блять. Я вот... Прошаренные ребята засаду сделать догадались. Пидоры. Мой персонаж настолько нехотя умер сейчас. Он перенял мое настроение, просто стоит такой, да ёбаный в рот. Ай, я ломился туда, потому что там лежит то самое кольцо. Лут всё ещё светится, значит, это то самое кольцо. Но если ремонт его стоит 12 тысяч, то нахер оно нужно. Я тут не был? Это не туда. Сейчас главное не сдохнуть, потому что там пачка душ-то солидная лежит. С Сокольником столько отдавать явно не хочется. Поганые ублюдки. А, щит Сокол, это щит Сокольника, значит, был. Он тут с гибкого часового недалеко падает. А я всё тут... Вы заметили, что он стреляет двумя стрелами сразу? И я сам ухудел только что. Ну, прикол. Так, где-то тут я сдох. Так, давай, Спартанец. Ну и походка у тебя. Стены лучше не задевать, меч тупится и ломается. Следующий придурок. Это с луком. А это с чесноком. Давай, подходи. Давай, давай, давай. А где же мой бэкстаб? А где же ты, бэкстабчик мой, на большом каретном? Мимо. Он попал. Робин. Хренов. Почему-то по ним бэкстабы реально не проходят. Хрена у него сабля нахрен атаманская. Пират такой, блин. Оживление. Сколько это у меня? А, шесть тысяч. Да. На тебе, блядь, вместо кольца. Хуйца вместо кольца. Держи конца вместо кольца. Так, что здесь еще за уроды? Какой призрак? А, вон тот призрак, смотрите. А раньше тут гибкий часовой стоял, он из него еще щит падал. Ты-то, блядь, ты-то куда нахуй вышел-то? Ёб твою, блядь. Маму, блядь, зеленую. Гандон. Ушел нахер. Призрак-то в цель-то не захватывается нихуя? Да, и щит с него не падает. А, вот он, щит, по-моему, здесь. Щит золотого сокола, полуторный топор драконоборца. Теперь еще здесь. Ух ты, ух ты. Падешь ты, посмотришь ты. Щит золотого сокола, а это полное дерьмо. Ну, пиздец, ну и нахуй нужен. У него один плюс, он мало весит. Да, пиздец. А что за топор полуторный? Не вот это, я надеюсь? А, во. Ой, чуть-чуть молнии добавляет. Смотри-ка, С и Е модификаторы. Ну, Е модификаторы, это мандец. А, это двуручное оружие. А, не, полуторное оружие, наверное, где? Ну, меч Драглика 9, а он 7. Нет, нормальная пушка, легкая вроде. Ну, такое, средней скорости. Если еще точится обычными фигнями, то неплохо. Лучше, чем мой огненный меч будет. Но если обычными камнями не точится, а точится мерцающими, то тогда говно и нахер надо. Так, здесь, по-моему, вход. Вход туда, к замку Драглик. Тут уже символ короля. Или нахер посылают. Понятно. Хорошо. А где, а куда? А, я же хотел кольцо Дракона себе намутить. Если хоть кольца Дракона еще остались, я надеюсь. А может и их отобрали? Ну, за кольцом-то не сюда. Ни хрена. В туман ебучий, по-моему. Или сюда. А здесь, по-моему, просто нету прохода. Ну-ка. Чумные собачки здесь появились. Гремлины, гремлины. И куда вы? У них тут мама, наверное. Блядь! У них тут папа. Ха-ха-ха. Чё, он реально идёт? Ну, блядь. Ёб твою мать. Здоровый, сука, чё, как и назло. Чё, пизда мне, что ли? У меня шлем. Я надеюсь, он засрянет у тебя в жопе, блядь, тварь. Да не зря у тебя хуя нету, блядь, говно. Свиноматка, блядь, ебучая. Долбаные бегемоты, а? Ну, кто их тут ставит? Сука, падла, говноед. Собачки, блядь, уебашки. Ну, тварь. Пошла-то. Ладно. Жирный говнюк, блядь, давай. Будь по-твоему. Оп, в пузень-то. Зайди ты нахуй. Эти стрелы вообще эффекта какой-нибудь будут, блядь, накладывать на него? Ёб твою мать. Он ещё и бегать умеет. А, всё, хуй. О, 250 в спину. А, они критуют, что ли? Или чё? Да, жалкое зрелище, я понимаю. Барирование удалось. Секундочку. Давай. Продолжаем свинат за, блядь. Как же ты попал-то, блядь? Хуеть. Вот жирный говноед, блядь. Сука. А-та-та. А-та-та, блядь. Получай. Всё равно мне эти ножи нахуй не нужны. Не один раз туда пройти, забрать то, что он там охраняет, и пошёл он в жопу, блядь. А-та-та. Ой, хорошо, блядь. Ай, заебись. Ах ты, моя мишенька. Причём метательный нож сносит больше, чем удар моего меча богатырского. И уж лук мой богатырский точно рядом не лежал. Всё, пошёл на жирную блюду. Старый лучистый самоцвет жизни. Ахуеть. Лут достойный, блядь. Убийство, нахуй, такого босса. Что тут написано? Дальняя атака? Гигантного зверь. Толстяк невозможно. Да, согласен, что нормально его убить невозможно. На моём левеле-то точно. Да ладно, в первой части так драконов убивали, не то что бегемотика. Кольцо с красным камнем. Нечто потрясающее. Чё-то знакомое, это которое, по-моему, взрывается, когда определённого дамага наловишь, да? Повышает атаку. Ну ладно, пусть будет. Всякое лучше, чем то, которое постепенно лечит еле-еле. Ах ты ж, ёб твою мать. Опять символ короля. Да тут, походу, только в туман идти, в натуре, как туда, к ёжику. Вот там эти сраные тени. Зато там лут лежит. Но всё равно по этому туману там шарухаться, шуркаться вообще чё-то не хочется. А где бы найти ароматные ветви? Я думаю, что на этом серии закончится, потому что надо собраться с силами и с мыслями перед походом в туман. Напишите точно, у какого ещё продавца можно купить ветвь вонючую, чтобы разморозить проход к боссам, к двум. Я их пойду грохну в ближайшей серии. Так что всё. Всем спасибо. Всем адьё. Спасибо.